На вооружение силы воздушной обороны Казахстана поступил первый модернизированный военно-транспортный самолет Ан-12. Его ремонт и переоснащение производились на авиационном предприятии в российском городе Таганроге. В числе прочего на грузовом воздушном судне установлено навигационное оборудование по стандартам ИКАУ, что позволяет летать за пределы нашей страны. Самолет вошел в боевой состав 600-й гвардейской авиабазы и его аэропортом Приписки станет военная площадка Алматинского международного аэропорта. Подробности в репортаже Григория Беденко. После ремонта и модернизации в России воздушный грузовик Ан-12 с почти 40-летней историей смотрится так, как будто он только что сошел с конвейера авиационного завода. В свое время этот самолет очень хорошо потрудился для нужд советской армии. И сегодня потребность в подобных машинах в казахстанских ВВС очень высока. С сегодняшнего дня летчики 600-й гвардейской авиабазы, в состав которой совсем недавно вошли под разделение транспортной авиации, активно осваивает машину, которая благодаря глубокому ремонту получила как бы вторую жизнь. Ан-12. Советский многоцелевой четырехмоторный транспортный самолет. По классификации НАТО КАП «Щенок». Считается проектом 60-х годов. Машина была разработана в разгар Холодной войны. Всего в Советском Союзе было построено более 1200 турбовинтовых воздушных судов подобного типа, причем в 48 гражданских военных и полувоенных модификациях. До 1994 года самолет по лицензии выпускался в Китае под обозначением Y-8. Ан-12 еще называют аналогом широко распространенного в мире американского грузовика Си-130 «Геркулес». Самолет может перевозить 20 тонн груза на расстоянии в 5000 километров, что делает его незаменимым в нашей стране с ее огромными расстояниями. Так как у нас этого самолета давно не было, у всех летчиков вышли большие перерывы, практически по 4 года уже у него. Сейчас мы восстанавливаем в простых метеоусловиях, в дневных, потом в простых условиях, в ночных условиях, потом в сложных метеоусловиях и полеты по маршрутам. На вооружение казахстанской армии в 1992 году поступили несколько Ан-12, которые вывели в нашу республику после расформирования Прибалтийского военного округа. Однако в начале 2000-х эти самолеты у нас стали на прикол. Отработав ресурс. Примерно год назад, в соответствии с программой Министерства обороны по модернизации авиационного парка, один из бортов был направлен на авиазавод в российский город Таганрог. Первоначально данный самолет представлял собой модификацию Ан-12 ППС или постановщик ПАМИР. Эта военная модификация предположительно должна была использоваться во время вооруженного конфликта, для того, чтобы прерывать радиосвязь противника. Во время ремонта было демонтировано все специальное оборудование, установлены дополнительные топливные баки, а также оснащение для перевозки десанта. Под международные требования ИКАУ было установлено дополнительное оборудование, это система предупреждения о столкновении с самолетами в воздухе, система навигационная, спутниковая навигационная система, высотомеры, футомеры, ну в общем, все, что минимально необходимо для того, чтобы выполнять полеты по международным воздушным линиям. То есть мы выполнили и как бы в боевой конфигурацию данного самолета, мы его используем как десантный вариант, и как грузопассажирский для перевозки. Военные специалисты говорят, что сегодня самолет в очень хорошем состоянии. Сейчас идут тренировочные полеты для восстановления летного мастерства. В отличие от гражданской авиации, где пилоты отрабатывают сложные ситуации на тренажерах, здесь все проходит в реальных условиях. К примеру, отрабатывается действие на случай отказа двигателем. Его отключают в воздухе, и самолет приземляется на трех. Еще одно сложное упражнение – полет в условиях нулевой видимости. Здесь ночью позакрывают иллюминаторы специальной непрозрачной шторкой, и он носит по приборам. Кроме того, предполагается, что на самолете будут тренироваться молодые выпускники Ак-Тюбинского училища. В дальнейшем планируется модернизировать весь Казахстанский парк военнотранспортной авиации. На очереди 10-тонник Ан-72. Григорий Беденко, Николай Кишинин, агентство Хабары, Залматы.